Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Я рада вас видеть снова на моем канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, а также новостями из Швейцарии. И сегодня у меня будет очень интересный сюжет по теме адаптации в Швейцарии, в Европе, особенно для молодых, одиноких, ничем не обремененных девушек. Перед тем, как я начну свой сюжет, я попрошу всех зрительниц раздеться. Белые пальто оставляем в прихожей. Они нам сегодня не пригодятся, потому что вам будет сильно душно в них, и вы потеряете смысл этого сюжета. Каждый человек идет к своей цели своими методами, своими способами. Для кого-то они будут казаться неприемлемыми, а для кого-то вполне даже осуществимыми. Поэтому давайте сразу же настроимся на то, что мы не будем никого осуждать, а мы будем внимательно слушать. Может быть, кому-то такой вариант подойдет. Я познакомилась с очень интересной женщиной, которая согласилась поделиться со мной своей историей становления в Швейцарии. Как она мне сказала, я никому не рассказываю эту историю, зная поговорку, что счастье любит тишину, и что очень многие даже родственники неоднозначно воспримут эту историю, и большая часть из них будет просто дико биться в конвульсиях. Поэтому, естественно, я не называю имен, я не называю конкретных названий городов. Это будет общая информация, чтобы вы просто поняли смысл вот этой вот истории. Назовем девушку Ирину. Очень много молодых женщин из Украины приехало в Швейцарию, которые не обременены ни мужем, ни детьми, ни семьей толком. И, естественно, они уже, посмотрев, что ситуация не меняется, третий год идет война, как-никак, жизнь продолжается, жизнь идет дальше, и они пытаются устроить свою жизнь здесь, в странах, куда они попали. И, естественно, начинают встречаться с местными мужчинами. Так вот, смысл этого рассказа в том, что можно не просто встречаться с мужчинами, и не обязательно на целью этой встречи должен быть брак, замужество, любой ценой, чтобы остаться и получить вид на жительство. Нет, есть и другие варианты. И именно об этом варианте сегодня будет речь. Начнем по порядку. Ирина приехала из Украины в Швейцарию, попала во французскую часть. Если поначалу очень многие люди ждали, когда закончится война, и даже не пытались интегрироваться и как-то обживаться в Швейцарии и в других европейских странах, то когда война уже спустя год не закончилась, многие стали думать, что окей, жизнь продолжается, нужно что-то делать здесь, нужно учить язык, нужно искать работу, нужно как-то интегрироваться. Ирина познакомилась с очень интересным мужчиной, который был французом и работал в Швейцарии, у него был свой бизнес. Ирина сразу ему очень понравилась, и он стал проявлять знаки внимания, дарить какие-то дорогие подарки и пытался ей всячески помочь. Ирина девушка умная, ее цель стояла не просто в получении подарков, а чтобы делать это грамотно, закрепиться в стране, показать, что она работает, потому что она уже на тот момент поняла, что ее никто в Украине не ждет, у нее нет ни семьи, ни детей. Ей мама под боком, сестра точно так же приехала за ней в Швейцарию, поэтому обратно ее никто не ждет. И чтобы остаться в Швейцарии, было ясно и понятно, что нужно показать, что ты что-то в эту страну несешь, что ты работаешь и какую-то пользу несешь этой стране. Поэтому она изначально отвергла подарки и сказала, что ей намного будет приятнее, если он поможет ей с работой. И, о чудо, этот мужчина взял ее к себе на работу в отель и дал ей очень хорошую зарплату, 5000 франков. Честно скажу, это очень хорошая зарплата для отеля, причем для новенького человека в стране без языка, без каких-либо местных дипломов. Но так как Ирина изначально была на статусе С, была какая-то социальная поддержка, то, естественно, эти 5000 забирал социал и ей на руки отдавали 1800 франков. В принципе, ей хватало на жизнь, потому что она с первого же дня сразу же, как вышла на такую хорошую работу, она съехала с этим мужчиной. Через какое-то время он начал предлагать ей замужество, чтобы помочь ей остаться в Швейцарии, так как у них возникли чувства, и он, естественно, не хотел ее терять. Ирина за это время уже познакомилась с его семьей, с его детьми, решила не кидаться на это предложение в омут с головой, а проконсультироваться у юристов. И когда она пошла на консультацию к адвокату, он ей четко объяснил, так как ее мужчина очень взрослый, у них разница в возрасте была 33 года, а вы знаете, что в Швейцарии, в очень многих кантонах, разница больше 20 лет уже чревата. Это не то, чтобы вам не разрешают заключать брак при такой разнице. Нет, но если вы везете, например, жену из иностранку, допустим, из Таиланда или еще откуда-то, то вот эта разница в возрасте, миграцион имеет право не дать визу по воссоединению из семьи, потому что есть очень много нюансов. И особенно после смерти супруга, если большая разница в возрасте, я вам уже рассказывала и про пенсию вдовы, и про другие моменты, что возникают, очень много сложностей. И вот именно на это сделал акцент юрист и сказал, смотри, у этого мужчины уже онкология, он ее переборол, он находится сейчас в хорошей стадии, но никто не знает, как долго продлиться его жизнь. Поэтому, чтобы войти в права жены, ты должна как минимум прожить с ним три, а лучше пять лет. Мало того, у него четверо детей, которые адвокаты и нотариусы, все работают в Париже, у всех свои крупные фирмы. И так как у мужчины очень много денег, то, естественно, будет борьба. Борьба будет очень жестокая, строгая. И зачем тебе принимать участие в этой борьбе? Лучше сконцентрируйся на том, чтобы не связывать себя с ним какими-то узами брака, а чтобы быть отдельной от него единицы. И так как он сейчас хочет тебе помогать, он не может тебе этого сделать, так как ты находишься в Швейцарии по временному статусу защиты. И, естественно, если какие-то деньги попадают к тебе на счет, либо какие-то дорогие подарки, это, естественно, все социальная служба будет отбирать либо задавать вопросы, откуда они взялись, эти деньги. Поэтому основная сейчас задача должна быть уйти от статуса S как можно быстрее. И тут выяснился отличный вариант. Я хочу, чтобы вы именно на нем сконцентрировали сейчас внимание. После этой беседы с юристом, как говорится, программа заработала, уже появилась другая цель, и сразу же начались попадаться нужные люди. Значит, Ирина знакомится с мамой, которая после Швейцарии, ей не понравилось, как тут обходятся с детьми инвалидами, они переехали во Францию. И мало того, что там еще и инвалидность подтвердили, украинскую, дают какую-то надбавку для пособия, несмотря на то, что инвалидность была приобретена не во Франции. Вы знаете, в Швейцарии эти моменты не проходят. Вот она рассказала ей про возможность АПЛ. Это вид на жительство во Франции, который разработали для украинцев, беженцев. Это как знакомый нам статус с Швейцарии. Но есть еще и разновидность этого статуса для людей, которые не хотят сидеть на пособии, пережидать лучших времен, а люди, которые изначально приехали во Францию переждать войну и плюс развиваться дальше, как они это делали в Украине. То есть вести какой-то свой бизнес, перевести его с Украины, начать новый. То есть люди с предпринимательской жилкой. То есть для них есть тоже уникальная возможность закрепиться во Франции. Значит, вернемся к теме инвалидности. У Ирины инвалидность третьей группы, которая не подразумевает то, что она не может работать. У нее просто поврежден один глаз. Этот глаз нужно менять каждые 6-7 лет. И когда пришло время менять этот глаз уже в Швейцарии, выяснено, что этот вид инвалидности в Швейцарии не признается. Что с одним глазом можно спокойно жить и радоваться жизни. Что это не жизненно необходимая операция. И поэтому страховка ее не оплачивает. А замена глаза будет стоить 5 тысяч франков. И, конечно же, она пришла в тихий ужас. Потому что в Украине она меняла глаз за 200 долларов. Что она, естественно, со временем сделала. Поэтому ее этот момент тоже пришел в такое вот, в нужное время, когда она поняла, что в Швейцарии ей очень некомфортно. Да, вот даже вот с такими нюансами по инвалидности, по каким-то доплатам. Значит, когда она узнала по поводу Франции, что можно там получить вид на жительство, который сначала дается на полгода, ты показываешь, что ты действительно хочешь заниматься бизнесом, ты начинаешь вести свой бизнес, показываешь, что ты платишь налоги, что ты не зависишь от государства, что ты не получаешь пособие, то потом тебе этот вид на жительство продлевают сначала на 2 года, потом на 4, и через 10 лет ты можешь получить уже гражданство Франции. То есть эти года учитываются в получении гражданства, в отличие от Швейцарии. Она загорелась этой идеей, когда она поделилась этим со своим мужчиной, он сказал, боже, отличная идея, я же француз, и, естественно, я тебе с этим помогу. И вот тут внимание, девочки и женщины, Ирина обращается к вам. Если вы все-таки решили здесь оставаться, пускать свои корни, не стесняйтесь просить помощи у ваших мужчин. И помощь это не просто захомутать его печатью брака, и выдохнуть, и подумать, что все, цель достигнута. Нет, брак это еще не панацея в таких ситуациях. Девочки, особенно которые живут во Франции, рассмотрите этот вариант, потому что в Швейцарии такого близко нет. Для того, чтобы податься на эту визу, нужно было отказаться от статуса S в Швейцарии. И когда она заикнула в Швейцарии, что она хочет отказаться от статуса, переехать во Францию, они ей тут же выставили счет 6,5 тысяч франков, долг социальной службы. Но хорошо, что ее мужчина вмешался, который взял адвоката и доказал, что во время ее работы, когда она зарабатывала по 5 тысяч, они у нее забирали каждый месяц достаточное количество денег, чтобы закрыть этот долг 6 тысяч. Она была на социале всего лишь короткое время, поэтому он считает это незаконным требовать какие-то деньги при покидании Швейцарии. Она вообще могла бы вернуться в Украину и ничего бы не платить. Они достаточно денег вернули обратно в социал. И на этом история закончилась. Опять-таки, видите, не было бы мужчины, заставили бы ее платить, повесили бы ей долги. Когда она общалась с властями Франции, и они попросили сначала закрыть статус S, а потом они возьмут документы на рассмотрение, Ирина сказала, нет, дайте мне, пожалуйста, гарантию, что вы меня возьмете после закрытия статуса S. предоставила им специальные гарантии от этого мужчины, и они воспользовались случаем, что этот мужчина онкобольной, и он заключил договор с Ириной за то, что она будет его досматривать за очень хорошее вознаграждение. Плюс он ей дал адрес во Франции, где она зарегистрировалась по месту жительства. Зарплата была очень щедрая, предложение великолепное, адрес тоже был в наличии, и, естественно, французские власти дали гарантию, Ирина закрыла свой статус в Швейцарии и благополучно зарегистрировалась во Франции. Ну и теперь дело осталось за малым, за полгода нужно было открыть бизнес. И, конечно же, и в этом ей помог мужчина. И сделал он это очень по-умному, опять-таки, благодаря смекалке Ирины. Значит, он настолько ее полюбил, вот эта ее любовь к жизни, ее бескорыстность, да, несмотря на то, что вы себе уже какие-то мысли допустили. Потому что у нее была ситуация, когда у нее были часы швейцарские, которые поломались, и он, не спрашивая ее, купил ей точно такой же марки швейцарской, только ручной работы, и они действительно стоили очень дорого. Видимо, это была какая-то проверка, что он, принеся ей эти часы, сказал, смотри, я увидел, что твои часы поломались, и вот я хочу тебе сделать подарок. Они стоят в три раза дороже, чем твои предыдущие, и я бы хотел, чтобы это была память от меня. Вот тебе гарантийный талон, если тебе вдруг не понравится, ты можешь их сдать обратно. И Ирина, увидев цену, сказала, ты знаешь, за эти деньги я бы предпочла иметь недвижимость во Франции вместо этих часов, потому что эти игрушки и подарки никакой роли в моей жизни не играют. А в моей ситуации сейчас нужно закрепиться, нужно начинать с нуля, поэтому мне был бы намного ближе бы такой подарок. Ему это очень понравилось, и он ей тогда сказал золотые слова. Девочки, конспектируем. Не знаю, сколько мне осталось жить, но я хочу последние годы жизни прожить в удовольствие, и хочу, чтобы со мной рядом была ты. Поэтому у меня есть деньги, у тебя есть идеи, любые твои идеи приноси ко мне, я буду их воплощать в жизнь. Я хочу уйти из этой жизни, чтобы после меня остались не деньги, прах, а чтобы это кому-то принесло какую-то пользу. Значит, в этот момент у него умерла мама, и началась дележка за дом. Ирина, когда увидела вот эти вот внутрисемейные моменты, как начинается деление имущества и так далее, она уже тогда поняла, что слава богу, что адвокат меня отговорил от брака. Значит, этот мужчина решил вопрос так, что дом нужно было реставрировать, дети не хотели принимать участие в реставрации, но все хотели иметь часть наследства. Поэтому он каждому выплатил что-то в руки, а этот дом, который остался ему единолично, он подарил Ирине. Таким образом, дав ей возможность иметь свой адрес во Франции, и не дай бог с ним что-то случится, не дай бог что-то произойдет, у нее всегда есть дом, у нее никто уже его не отберет. Она не зависит от государства, не получает никаких дотаций, никаких пособий, и именно это и дало ей возможность принимать такие дорогие подарки, не отчитываясь ни перед кем. Поэтому следующий жест от этого мужчины был, мне купили готовый бизнес, маленькую буланжери, это пекарня, где кофе, круассаны, кондитерская. Ей не нужно там работать, этот бизнес приносит доход. И еще Ирине перепала маленькая студия, точно так же сдает ее, и получает ежемесячный доход. То есть, таким образом, этот мужчина обеспечил ей доход, который показывает Франции, что человек имеет свой бизнес и платит налоги. И, естественно, на основании этого ей дали уже следующий вид на жительство, который два года длится, потом, естественно, его продлят. Но это уже не беженский вид на жительство, а виза артиста. Вы наверняка слышали, для людей, которые хотят вести бизнес во Франции. Ирина при этом живет с ним в Швейцарии, свободный человек, ни перед кем не отчитывается. Она может ездить, куда она хочет. Никто не контролирует, сколько дней она была в Украине, когда она меняла глаз и так далее. Мало того, она еще и насыщает каждый день этого мужчины радостью. Потому что точно так же из благодарности, зная, что ему там осталось несколько лет прожить, она предлагает ему постоянно какие-то неимоверные идеи, которые он с удовольствием с ней воплощает. То есть недавно они на вертолете поехали, над горами Монблан кататься. Ну, короче, разные-разные такие вот моменты, которые человек хочет перед тем, как уйти, значит, освободиться от своих денег, которые потом все равно будут причиной дележки и руганий среди семьи. Да, вот он захотел закончить свою жизнь на такой вот высочайшей ноте удовольствия, пожить наконец-то для себя. И, слава богу, нашлась женщина, которая ему в этом помогает. Вот такой вот прекрасный мужчина встретился на пути этой Ирины, женщины, и опять-таки упал с неба на голову. Понятно, что не у каждого, да, на дороге встретится такой мужчина, но люди, которые до сих пор еще не выехали из Украины, и задумываются, и думают, в какую страну рассмотреть и Францию. Потому что она мне дала буклет, где полностью было все прописано, что предоставляет Франция при статусе защиты. На удивление туда входят и стоматология, и челюстно-лицевые операции, и полностью застрахованные двумя видами страховок. А также предоставляется учеба детям садик-школа, а подросткам университет. В Швейцарии это очень сложно, особенно с подростками. Ну и самое главное, что Франция находится в Евросоюзе, поэтому беспрепятственное перемещение по всему Евросоюзу, без каких-либо отчетов, никто это не считает, не контролирует. Как в Швейцарии, например, какие-то есть ограничения, допустим, вплоть до того, что скоро уже хотят какие-то GPS устанавливать, чтобы следить за передвижением украинцев. Конечно же, речь идет о тех людях, которые живут за счет государственных денег, те, которые работают и сами себя обеспечивают. У них, естественно, свобода в перемещении. Еще такой нюанс, что вот эта виза артиста, именно сейчас ее можно получить, очень просто, просто показав бизнес-план вашего будущего бизнеса во Франции. некоторые даже люди под бизнесом подразумевают блогерство, тик-ток и какие-то социальные сети, которые приносят им доход. Другой момент, что его должно быть достаточно, чтобы жить во Франции. Но самое важное, что до 2026 года не требуется экзамен по знанию французского языка, элементарно А1. С 2026 года собираются ввести этот экзамен, чтобы люди хоть немножечко знали уже французский. И я ей предложила сделать мастер-класс по умению расположить к себе мужчину, чтобы он тебе звездочку с неба доставал. И я ей сказала, что тебе очень повезло, что именно такой мужчина попался, потому что, ну, как бы в Швейцарии найти такого щедрого мужчину очень сложно. И на что Ирина мне сказала, ты знаешь, я уже через месяц после приезда нашла 5 мужчин. Один кормил, второй одевал, третий возил в отпуск, четвертый для секса, а пятый для души. Поэтому я никуда не спешила, я спокойно себе жила, наслаждаясь жизнью, пока не придет нужный и правильный мужчина. При этом не зная ни слова по-французски. То есть я говорю, а как, как без слов? Она мне показала пару секретов, и я надеюсь, что она созреет. И действительно, если будут запросы, действительно сделает такой вот обучающий семинар, как вообще расположить к себе мужчину без единого слова, чтобы он понимал тебя с полувзгляда. Как она сказала, зачем мне слова? Я у меня есть глаза, я смотрю, я даю знаки, у меня язык жестов. И я, конечно, от таких женщин я в восторге, потому что я такими качествами не обладаю. И я всегда с удовольствием слушаю такие истории, потому что это надо уметь, это надо родиться таким. То есть это тоже своего рода дар. И, как видите, на каждый товар есть свой купец. Поэтому комплексовать, подстраивать себя под кого-то не нужно. будьте самим собой и уверены, что ваше счастье найдет вас. И это будет именно ваше счастье. И не важно, что о нем думают другие. Я уверена, что для многих этот сюжет был интересен. Для тех, кто не собирается никуда уезжать, порадуется просто за Ирину, что ей упало с неба такое счастье в виде такого мужчины, который ей помогает во всем. Для кого-то это будет еще одна мотивация, как можно даже в другой стране без знания языка четко поставить цель и к ней прийти, когда ты знаешь четко, что ты хочешь. Когда ты знаешь путь к этой цели, когда ты не распыляешься на мелочи, когда ты не хватаешься за первое попавшееся, а ты четко анализируешь ситуацию и понимаешь, нет, есть и другие варианты, более надежные, более стабильные. И сейчас, когда не дай бог что-то случится с этим мужчиной, даже пусть он живет еще сто лет, но вдруг они разойдутся, у нее уже есть на свое имя оформлены и бизнес, и квартира, и даже дом под ремонт, мамин дом под ремонт. Неважно, это уже есть и это как бы благодарность этого мужчины за то, что она появилась в его жизни и разукрасила ее яркими красками. И надеюсь, что вы будете себя держать в руках и ваша критика и негатив не коснется этой женщины, потому что как минимум можно быть ей благодарны за то, что она поделилась своим личным, поделилась своей историей, зная, какая будет реакция от многих женщин. Поэтому хотя бы за это ее можно поблагодарить лайком. Ну а мы увидимся с вами уже завтра в не менее интересном сюжете. Отличного всем дня, прекрасного настроения. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова